Пока мы встречаем нашего очередного гостя, это молодой кинорежиссер Амир Галиаскаров. Амир, доброе утро вам. Здравствуйте. Мы знаем, что на днях в рамках «Альманах» это тарстанские шорты. Шорты — это короткие фильмы, да? Шорты. «Черный квадрат» был показан в ваш короткометражный фильм. О чем он? Расскажите вкратце. Фильм называется «Солнечный ветер», и он рассказывает о слепом срождении парня, которому возвращается с помощью операции зрения. И мы видим год его жизни, когда он путешествует по миру, с девушкой своей общается. И в конце фильма, к сожалению, он это зрение опять-таки теряет. Уже на этот раз навсегда. Мы знаем, что этот фильм есть в открытом доступе в Ютьюбе, да? Любой желающий может посмотреть. «Солнечный ветер», обратите внимание. У нас есть отрывочек, да? Если я не ошибаюсь, мы можем взглянуть на него, чтобы понимать, о чем мы говорим. Ну, это уже период... Его прозрения. Прозрения, да. Прозрения, да. Прозрения, да. Итак, Амир, это момент, когда человек уже прозрел, но для того, чтобы прочувствовать фильм, да, нужно понимать, что первая половина фильма, в общем-то... Весь фильм мы смотрим глазами героя, то есть мы видим его глазами, когда он еще в повязке сидит, потом как повязка с камер, грубо говоря, снимает. И этот фильм, вот этот клип, это нарезка его воспоминаний за год. Это когда вот люди, как говорят, перед смертью видят свою жизнь, так вот человек перед тем, как уже ослепит, как бы вспомнил весь год своей жизни и понял, что это был невероятно насыщенный год для него. Да, стоит сказать, что это все-таки короткий метр, и весь фильм длится всего лишь 13 минут. Вам удобно было в таком коротком формате рассказать историю? Каково это было, да, вот уместить все это? Или это даже лучше, чем растягивать наполненный метр? Да, конечно, это история неполного метра. Есть такое, всего лишь такое высказывание, а не целое, как говорится, стихотворение, да. Это оно короткое, емкое, и растягивать его дальше было бы, нет никакого смысла. Амир, солнечный ветер, это проблема социальная, проблема слепых людей, или это какая-то более широкая философия? Да, вообще, что вы хотели здесь сказать? Широкая философия о том, как люди прозревают вот в ментальном. Ну, слепота, это лишь инструмент у меня был, может быть, и глухим, и инвалидом каким-нибудь, до которого мы протезы сделали. Просто про то, что люди иногда не ценят то, что у них есть. И вот он даже не ценил, он говорил в начале фильма, что то, что я родился слепым, у меня не с чем сравнить, что такое иметь зрение, поэтому я особо-то и не переживаю. А теперь ему вот была дана такая возможность, и он понимает. Это вдвойне, мне кажется, еще больнее, да, то, что когда-то это понимает. И мне писали люди, и на ютубе даже комментарии есть, что человек, который говорит, я медленно теряю зрение, говорит, у меня, оно уже пропадает, и я прекрасно понимаю, каково это, говорит. И ты, он плакал от этого фильма, возможно, человек уже сейчас зрение потерял из-за этого комментатора. Хотя, говорит, у него прям ухудшается, ухудшается каждым днем. Это было четыре года назад очень. Грустно. Ну, давайте в целом о творчестве, да? Мы знаем, что вы не только в российских конкурсах принимали участие, но и в зарубежных. Как зрители принимают это в целом? Как у нас, как с границей? Да, он в Париже прокатывался в нескольких кинотеатрах в рамках фильмов «Россия, любви» такой был фестиваль два года назад. И даже иностранных зрителей, и наши зрители принимают тепло, это меня очень удивило. Хотя фильм является очень экспериментальным, первые пять минут изображений практически не существует, люди не уходили из зала, не выключают видео, смотрят, и их за это цепляет. Я был очень удивлен, что он вроде как такой очень авторский фильм, но при этом на массу очень сильная. А сценарий кто писал? Я писал сценарий весь, и музыку, и монтаж, и все, что мы можем делать в этом фильме, делал сам. Ну и еще одно короткое пожелание, Амир. Желаем вам творить, цеплять сердца, души людей и заставлять нас всех прозревать. Спасибо вам большое. Все, Амир, спасибо вам большое, удачи в творческом процессе.